IT, робототехника, бизнес-администрирование, экономическая информатика. Университеты региона готовят для абитуриентов новые специальности. Ведь уже очень скоро в Беларуси стартует вступительная гонка 2019. За какими профессиями будущее? Какие специальности будут востребованы у абитуриентов в этом году? И всегда ли диплом о высшем образовании – путевка в жизнь? Материал Марины Джалой. Наше большое путешествие по вузам региона началось с университета имени Франциска Скорины. Сюда, на экономический факультет, в этом году начнут принимать ребят на специальности бизнес-администрирование и экономическая информатика. Направления новые для нашего региона. В специалистах с таким образованием заинтересованы резиденты Парка высоких технологий и Гомельского технопарка. Выпускники этих двух новых специальностей имеют возможность работать в качестве бизнес-аналитиков, в качестве экономистов в области информационных систем. Подобные специалисты включаются в работу по построению новой архитектуры, бизнес-процессов, которые сегодня протекают в любой компании. Следующая остановка – Белгуд. Основными тенденциями приемной кампании 2019 здесь станут цифровая трансформация образования и повсеместная цифровизация транспортной отрасли в целом. Поэтому две новые специальности, набор, по которым откроют в этом году, будут связаны с информационными технологиями. Специальности, которые мы собираемся открывать с 2019 года, их две. Одна у нас будет проходить по профилю электротехнического факультета, непосредственно направлена на технологическую проработку. Это квалификация инженер-программист, программное обеспечение информационных технологий, профиль технический. И второй профиль менеджера, квалификация будет менеджер-экономист информационных систем, управление информационными ресурсами. Развитие информационных технологий предполагает подготовку специалистов в этой сфере и в других вузах Гомеля. Так, в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации открыли специальности экономика электронного бизнеса. Выпускники будут востребованы в области электронной экономики, интернет-технологий, веб-разработки. Если же говорить о ближайших потребностях рынка труда, то очевидно, что любой классический экономист должен быть уверенным пользователем информационных систем. И в этом выпускники специальности экономики электронного бизнеса тоже будут востребованы. Надежные опоры для реального сектора экономики Гомельский государственный технический университет имени Павла Сухова. Традиционное направление энергетика, металлургия, машиностроение. Но сейчас особое внимание также автоматизации, IT-технология, электроники. В машиностроительном факультете мы планируем в ближайшее время открыть специальности по компьютерной мехатронике, по робототехнике, которая будет развиваться. На механико-технологическом факультете хотим открыть... Вот сейчас идет работа, возможно, мы успеем в этом году специальность по производству изделий и композиционных материалов. Очень важное направление, не закрытое в области в этом отношении. Сфера применения средние и мелкие предприятия, в том числе и бизнес, ну, может быть, и крупные предприятия, потому что это полимеры, это композиты, это порошки, которые очень сейчас востребованы для производства изделий. А в Гомельском филиале Международного университета МИЦО планируют открыть сразу шесть новых специальностей. Три на первой ступени получения образования и три на второй. Также на специальности правоведения открывается новая специализация – судебно-прокурорско-следственная деятельность. На первой ступени получения высшего образования открываются три новые специальности. Это лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций по направлениям – внешнеэкономические связи и международный турист. С квалификацией – специалист по межкультурным коммуникациям, переводчик-референс с указанием языков общения. В филиале это будут два языка – английский и китайский. Второй новой специальностью является управление информационными системами с квалификацией – менеджер-экономист информационных систем. И третьей специальностью – программное обеспечение информационных технологий с квалификацией – инженер-программист. В Мозырском педагогическом университете имени Шамякина за последние три года открыли подготовку по трём специальностям. Все они востребованы среди студентов, а в дальнейшем такие специалисты пользуются спросом на рынке труда. Спортивная педагогическая деятельность – эта специальность позволила нам передать новый импульс в развитии нашего факультета физической культуры. Ещё одной специальностью, которой даётся приоритет – это русский язык и литература, иностранный язык. Третья специальность, которая открыта в интересах отделов образования и учреждений образования – это образовательный менеджмент. Специальность открыта на второй ступени подготовки, на получение высшего образования. А это Гомельский государственный медицинский университет. Численность набора на лечебный медико-диагностический факультет и сохранится. В этом году здесь планируют втрое увеличить симуляционный центр. Наиболее активно в ВУЗе развивается факультет повышения квалификации и переподготовки. За два года вдвое увеличилось число слушателей. В этом году на факультете реализуют около 70 программ по 22 специальностям. Пройдем аккредитацию и планируем открыть переподготовку по наиболее дефицитным специальностям. Это эндоскопия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика и общественное здравоохранение. Поэтому мы приглашаем всех, кто уже посвятил свою жизнь медицине. Основной этап вступительной кампании 2019 придется на июнь и июль. В эти месяцы абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование и другие экзамены, подавать документы в ВУЗы и ждать новостей о зачислении. Ну а пока хорошая возможность сделать правильный выбор в пользу профессии будущего. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели.